До принятия в 2006 году закона Украины о защите животных от жестокого обращения проблема решалась просто. Ежегодно уничтожалось 5-6 тысяч бездомных и бродячих животных. В связи с тем, что нормы этого закона запрещают умерщвление животных, численность бродячих и бездомных животных неконтролируемо увеличивается. В связи с этим запущена программа регулирования численности бродячих животных. Город Донецк принимает концепцию гуманного обращения к животным. Мы должны поставить перед собой цель прекратить несанкционированное, бесконтрольное размножение и убрать из среды обитания агрессивных и больных животных. Мы разделили функции и ответственность между представителями общественности и коммунальными службами, как представителями территориальной громады. Коммунальное предприятие «Животные в городе», конкретно мы говорим о нашем предприятии, которое функционирует в территории города Донецка. И до недавнего времени еще функционировало коммунальное предприятие Кировец. Но вот с нового года, с момента старта этой программы, это коммунальное предприятие передаст свои активы предприятию животные в городе. Таким образом, будет одно унифицированное предприятие, которое регулирует численность. По словам Савинова, первоочередной задачей созданного предприятия является подбор животных с улицы, передержка их на карантинной площадке, обследование и, если животное здорово и социально адаптивно, то оно подлежит стерилизации и передаче в приют. Дальше задача общественных организаций – определить нового хозяина и передать ему в руки данное животное. Вторым направлением программы является ликвидация кормовой базы. Стихийные свалки, несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов, неправильное обращение с бытовыми отходами приводят к тому, что к этим местам прибываются животные. Третье направление – это, конечно, пропаганда. Пропаганда среди населения, среди жителей нашего города. О необходимости брать на себя ответственность за это животное. Программа регулирования численности бродячих и бездомных животных в Донецке направлена на гуманное разрешение данной проблемы. Мы используем механические приспособления – это подманки, подводки, сетки, силки всевозможные, которые не причиняют вреда животного в момент отлова. Но когда мы сталкиваемся со стаей, пять и семь особей, ярко выраженный вожак, данные методы неэффективны. Для этого мы применяем шприцеметы с обездвиживающими препаратами. Основной формой работы с безнадзорными и бездомными животными в западных странах является отлов и помещение отловленных животных в приюты. Исключение составляет Греция, практикующая исключительно метод отлов, стерилизация, возврат. Изучив опыт мировой, украинский, российский, мы попытались абсорбировать себя с самой положительной эффектой от всех, и получился такой гибрид. В Греции животных не трогают в принципе. То есть они считают, что как-то они сами себя отрегулируют. В одной из стран Восточной Европы в 70-х годах произошла просто массовая зачистка. То есть тупой отстрел. А потом дозированно эти животные выпускались. Ну, как бы это прошло так тихонечко, без шумихи. И в один прекрасный момент люди просто обратили внимание, что на улице животных не стало. Это негуманный метод. И также бесконтрольно смотреть, как эти животные размножаются на улице, ища себе кормовую базу, это тоже негуманный метод. То есть и там перегиб, и здесь перегиб. Мы нашли золотую середину. Временная программа ОСВ. Отлов, содержание, выпуск.